С вами Николай Пименко, это программа «Открытый диалог». Как всегда, в городском округе Люберцы следим за всеми теми событиями, которые происходят и в самом городском округе, и вокруг него. Поднимаем все те проблемы, которые являются важными для всех жителей этого региона. Ну и, конечно же, одним из самых главных является здоровье. Здоровье всех и каждого, как когда-то входило в надпись на многих медицинских учреждениях Советского Союза, такой своеобразный девиз. И сегодня здесь у нас в гостях Ирина Георгиевна Штольц, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Люберецкой областной больницы. Здравствуйте, Ирина Георгиевна. Здравствуйте. Ну, во-первых, вдогонку, что называется, разрешите в вашем лице вас в том числе поздравить с Днём Медика в конце июня. Всегда этот праздник отмечается. Кстати, поговаривают, что его скоро могут сделать таким профессиональным, назначат ему конкретную дату. Как вы считаете, достойно будет? Оно вообще конкретное. Третье воскресенье. Не-не-не, вот чтобы число было. Вот как 1 мая, как 9 мая. Достойно? Да, поговаривают о многих праздниках, но медицина, особенно после событий, которые произошли в этом году, с начала года, она достойна того, чтобы её, ну, не увековечить, но чтобы все знали, что в этот день – День Медицинского Работника. День Медицинского Работника. Тем более, что существует ещё, как это принято сказать, неофициальные праздники, День Медицинской Сестры, ну и так далее. День Врача, да. Пошли по специальностям. Понимаете, что вопросов много, программа короткая, сразу же давайте самое главное. Вы занимаетесь амбулаторно-поликлинической работой. Вот как мы сейчас выходим из той ситуации, которая у нас сложилась весной 2020 года? Мы можем сказать, что как-то уже всё действительно улучшается? И как вы это видите на работе конкретно вот своего этого отделения? Ну, мы с начала года попали в очень сложную ситуацию с инфекцией, которая называется коронавирус-19, которая принесла в медицину то, что мы мобилизовать должны были силы на то, чтобы бороться именно с этой инфекцией. И как бы не забыть, но меньше внимания уделять тем основным заболеваниям, которые есть у нашего населения. Ну, то есть немножечко их отодвинуть в сторону. На некоторое время. Да. И в этой ситуации самое главное была изоляция тех, которые были в контакте, те, которые больны, и людей, которые старше 65 лет. Потому что, обладая таким букетом заболеваний, которые могут спровоцировать и утяжелить заболевание коронавирусом. Поэтому было в начале условие, что, значит, все сидят по домам, самоизолируются, и если кто-то заболел, вызывать только надо. То есть ваши врачи ходили на дом? Да. Амбулаторная служба была направлена на то, чтобы оказывать помощь на дому. Это были и больные с коронавирусом, но были и больные, у которых обострились соматические заболевания. В настоящее время, с начала июля, у нас постепенно расширяются возможности для медиков оказывать помощь не только больным с коронавирусом, но и с другими заболеваниями. И в связи с тем, что количество больных коронавирусом стало уменьшаться, поэтому было издано постановление нашего губернатора Андрея Юрьевича о том, чтобы расширить рамки общения людей, оказания медицинской помощи. То есть плавное возвращение к тому, как это было до начала этой коронавирусной инфекции. Но это было не сразу, и определенными рамками. Значит, вначале разрешили ввести в расписание и начать работу четыре специальности. Торопевт, хирург, невролог и эндокринолог. И при этом еще должны были все соблюдать определенные условия. То же самое также в поликлинику нужно было прийти в маске, в перчатках, и обязательно термометрия на входе была. И еще два пункта было. Это то, что между людьми должно быть расстояние не меньше полутора метров, а кабинеты, где принимались больные, должны были обрабатываться. Поэтому, если раньше, до вот этой эпидемии, время, затраченное врачом на одного больного, рассчитывалось где-то 12-15 минут, то вот в это время оно длинило до 30 минут. То есть давалось время на обработку кабинета, обработку документации, рук, дезинфекцию, проводить в помещении. Сейчас, на сегодняшний день, вот у нас середина лета, на сегодняшний день все так и остается или еще упрощается? Значит, еженедельно постепенно расширялись. Вот этот первый этап, когда были введены 4 специалиста, введены в работу, увидели, что повышения заболеваемости не было. И проходит все хорошо. Поэтому со следующей недели, после первого расширения деятельности, ввели, стали вводить работу других специалистов. Но пока еще не в полном объеме работает поликлиническое деление? Значит, они сейчас работают в поликлинике в полном объеме. Но, значит, каждый больной не может записаться к специалисту так, как он хочет. Вот здесь ограничение идет, что к специалисту записывает только терапевт. Это называется врач-врач. Но, если тоже пойдет все хорошо и не будет всплеска, то 20% на запись дадут на самозапись, когда больной сам захочет записаться к хирургу, окулисту, кардиологу и так далее. Итак, резюмируем. На сегодняшний день ситуация такая, что в полном объеме вернулась работа поликлиник, но вы должны... Не поликлиник, а специалистов. Специалистов. Да. А вот с этого понедельника также начинают работать дневные стационары, которые очень востребованы у населения. И они все хотят. Но тоже там обязательно должно быть полтора метра. И кровати должны быть раздвинуты друг о другом. Понятно. Но остальное, получается, все происходит через терапевта. То есть он такой связующий звенок. Вы приходите к терапевту, говорите, я хочу попасть к хирургу, но сейчас я так просто не могу попасть. Это не главное. Не попасть. Если врач увидит, что тому или иному больному необходимо, тогда он запишет его. Понятно. Хорошо. А потом есть надежда, что вернется все. Уже больной, да. Больной сам будет записываться к окулисту, например. Здесь, конечно, его желание подобрать очки. Или острое заболевание какой-то, конъюнктивит. Что здесь он уже... Хорошо. Лабораторные анализы делаются сейчас с вами? Какие? Ну, я имею в виду обычные. Кровь обычная. Обязательно. Обязательно. Не на каид, а обычная. Потому что у нас вот с этого понедельника уже начинает работать, открываются стационары. С какого числа это получается, чтобы мы его уточнили? С завтрашнего дня открывается стационар, где будут лечиться больные с терапевтической патологией. И для того, чтобы госпитализировать больного, как и на любую госпитализацию, планово нужно пройти определенные обследования. Но при этом обязательно флюорографии или рентгеноскопия грудной клетки и ИФА на коронавирус. А, вот это добавился еще, да? Да, потому что отделения это чистые. Понятно. Итак, с 16 июля... Терапевтическое отделение. До этого уже в Люберецкой областной больнице работал сосудистый центр по приему больных. Это кардиологическое и неврологическое отделение. Травма, хирургии и онкологическое отделение, где проводилось больным и оперативные вмешательства и химиотерапии. Хорошо. А какая сейчас ситуация? Я не про цифры говорю, а про общее ощущение. Вот существуют больные на коронавирусной инфекции в Люберецкой областной больнице? Да, конечно. Специальное отделение есть? Конечно. У нас целый корпус. Это так называемая бывшая Красковская больница, но сейчас это называется стационар номер 3 в Люберецкой областной больнице, где находятся больные, которые заразились коронавирусом. И они там проходят лечение. То есть там вот находится та самая красная зона, о которой все говорят? Да. И как ситуация? Что-то есть какая-то информация вообще? Ну, во всяком случае, госпитализация таких больных постепенно по области уменьшается. Если бы не уменьшалось, то нам бы не разрешили открыть те стационары, которые раньше были задействованы на лечение этих коронавирусных больных. Если нам удастся победить коронавирусную инфекцию, ну или, по крайней мере, количество больных уменьшится, то этот корпус тоже каким-то образом вернётся в свою обычную работу. Да. Там же были отделения такие, как урология, гинекология, офтальмология, которые очень востребованы у населения Люберецкой, и они очень нужны. Поэтому если всё закончится по распоряжению Министерства здравоохранения, эти отделения там будут открыты. То есть я понимаю, что сейчас урологических исследований не проводится? В настоящее время существует определённая маршрутизация, куда мы можем послать больных в области, в какие больницы, с этой или другой патологией. Эти больные не лежат дома и не страдают. То есть они могут сесть, поехать и провести... Нет, сесть, поехать они не могут, они должны получить направление у врача. Не-не-не, я имею в виду, если он получает направление у врача, но это имеется в виду больные, которые в состоянии сесть, получив направление, сесть, поехать в другое отделение, в другую больницу. Оборудования хватает для тех, кто пока в Красной Журе? Для того, чтобы открыть эти ковидные койки в Красковской больнице, Министерство здравоохранения провело очень большую работу. И подведён был кислород, и оснастили нас определённой дыхательной аппаратурой. А поликлиники оснастили машинами для оказания неотложной медицинской помощи, выездной. То есть в этом плане дан. А скажем так, медики или студенты, которые будут скорой медиками, кто-то вам сейчас помогает, волонтёры какие-то? Или эта тема уже немножечко отошла? Эта тема отошла, потому что к медицинской работе никаких волонтёров мы допустить не могли. Они помогали людям, которые были на самоизоляции, те же продукты отнести, купить и донести лекарственные препараты. Но помогали, но... Сейчас, наверное, будет всплеск желающих всё-таки поступать в медицинские вузы. Вот этого я не знаю. И самое главное не поступить, а распределиться и потом пойти работать. Самое главное быть хорошим специалистом. Это да. Вот сейчас люди приходят в поликлинику. Нет ли у них какого-то психологического лучше не ходить в медицинское учреждение? Вдруг я там заражусь? Приходят? Ну, вы знаете, люди, те, которые приходят, в основном, особенно 65+, вот в этом возрасте они очень хорошо выполняют предписания. Маска, перчатки, бахилы у них обязательно. И они, конечно, не сидят близко друг к другу. Они соблюдают эту дистанцию. Молодёжь, она более беспечна, можно так сказать. Да, беспечна. Но я так понимаю, что в поликлинике начинают жить обычной всё-таки жизнью. Приближаемся. Приближаемся к обычной жизни. Хорошо. Хорошо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. После чего давайте поговорим о... Вообще немножко от ковида отвлечёмся, потому что мы полгода говорим на эту тему. Самое последнее перед тем, как мы сделаем паузу. Вы, считаете, справилась конкретно ваша больница со всеми теми задачами, которые стояли? Да, конечно. Для всех это было неожиданностью. Ну, это первое время, потом народ собрался. Они же врачи, они понимают, что они должны, это их не долг. Были, конечно, разные врачи, по-разному. Те кто-то сразу ушёл или на больничный, но это единицы. В основном все, кому положено, остались и работали. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Ирина Георгиевна Штольц, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Люберецкой областной больницы. И через некоторое время продолжим. Напомню вам, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Люберецкой областной больницы Ирина Георгиевна Штольц. Ирина Георгиевна, Вы считаете, что мы в правильном направлении двигаемся с точки зрения поликлиники? Ну вот предположим, что всё вернулось. Я к чему сейчас веду? Насколько уже вводятся электронные медицинские карты, то есть человек может получать анализы, не приходя даже к специалисту, хотя это, наверное, необходимо делать. Не прячемся ли мы, в данном случае врачи, за этим количеством электронных документов, за компьютером, не успевая иногда за эти 15 минут даже посмотреть на человека, как он выглядит? Вы понимаете, в чём дело? Действительно, в последний год-два проведена реорганизация здравоохранения. Но вот прежде всего, с чего началось и не было в социалистические времена, то, что врач всегда работал с медсестрой. Сейчас медсестру вывели из кабинета, и врач напрямую занимается только больным и разговаривает, и беседует только с больным, и, можно так сказать, тет на тет. Это бывает лучше, чем когда сидит медсестра. И вот вся та бумажная работа, которая была и делилась как бы на врача и на медсестру, что-то, она перекочевала вот на эти сестринские посты. Врачу не надо писать направление на анализы, не надо писать направление какому-то либо врачу. Существует такой чек-лист, где он ставит только галочки, что нужно тому или другому больному. И он идёт на сестринский пост, и сестринский пост ему выписывает все направления и записывает в компьютере к тому или иному специалисту, который назначил врач. Это очень облегчило работу в этом плане врача. Ну, некоторые люди, которые привыкли к социалистическому времени, конечно, они считают, они видели раньше во враче своего человека, который знает его семейные дела, который может поговорить о всех своих проблемах. Не замечать времени. Да, и своих родственников. Сейчас вот с этой системой у нас ликвидировалась так называемая участковость, когда больной ходил к одному врачу, к своему участковому. В связи с этим больной попадает к тому врачу, к которому он записался, у которого есть свободная запись. А вы считаете это правильно? Ведь всё-таки история России, она подразумевала всегда некое наличие одного и того же специалиста, который ведёт человека на таком. Ну, у нас есть такая должность врач общей практики, да. Он, который лечит семью от маленьких, среднего поколения и до взрослых. Семейный доктор. Да, семейный доктор. Поэтому эта линия тоже осталась. Но она больше, конечно, в сельских местностях, где там... Меньше врачей, поэтому так удобнее. Меньше населения и поэтому меньше врачебных кадров. Хорошо, теперь вопрос по специалистам. Одно время было такое ощущение, что какие-то начались сокращения, какая-то реформа очередная. Многие даже не понимают, о чём идёт речь. Но было ощущение, что количество медицинского персонала, любого, да, и врачей, и специалистов, и медицинские сёстры, и братья, скажем так, как-то уменьшилось. Вот на сегодняшний день укомплектованность кто-то регулирует вот эти цифры по специалистам, по, опять же, сёстрам? Ну, конечно, обязательно мы считаем. Ведь раньше специалисты, они были рассчитаны, количество специалистов было рассчитано на количество населения, которое мы обслуживаем. Но экономическая сторона вопроса, она имеет своё значение и в медицине. Ну, у нас-то в этом отношении всё хорошо. Но бывает так, что специалисты есть, а нагрузки нету. Но это чисто экономическая такая проблема. В тех местах, конечно, наверное, вопрос о сокращении или не сокращении, а распределении нагрузки как-то играл. Ну, то есть несколько регионов он начинает обслуживать, не один, а несколько. У нас в Люберецком районе, я вам уже говорила, 19 поликлиник вместе с детскими. И, конечно, не во всех специалистах есть определённые специалисты. Допустим, гематолог вот такой, дефицитный, аллерголог. Он есть, может, в одной поликлинике. Он принимает всех больных, которые записались, независимо от места жительства и к какой поликлинике он прикреплён. Хорошо, поговорим о таком важном медицинском аспекте, как операция. Я прекрасно понимаю, что это немножко не по вашей части, но вначале всё равно стоите вы, потому что прежде чем сделать операцию, направить уже в стационар, и потом или в дневную версию стационара операции разные бывают, люди должны пройти обследование. Вот сегодня у многих складывается впечатление, что какие-то безумных денег стоят. У нас все обследования бесплатные. Все на операцию. На операцию это анализ крови надо, определённый набор анализ крови. Если УЗИ надо сделать, в зависимости от той или иной патологии. Сейчас у нас УЗИ аппарат и есть в стационаре, и если врач в чём-то сомневается, он сделает это УЗИ, да, там и продиагностирует, надо ли или не надо. То есть методика та же, да, проходится полное обследование, и вы направляете в стационар, то есть вы даёте направление. Хорошо, человек приходит с этим направлением, он приходит в стационар и говорит, вот у меня должна быть операция, я не знаю, там какая-то, ну, не страшная, предположим, да, и он что, никаких денег не платит? Так не бывает. Мы не платим никаких денег у нас. Вот вы говорите, мне просто даже странно как-то. У нас организации государственные. Мы не за что-нибудь беремене. Там, например, за бинты заплатите или ещё за что-то. Нет, у нас всё есть. Бинты, шприцы. С оборудованием как? Оборудование мы каждое хотим, чтобы было более новое. Ну, оно всё время каждый день новое. Ну, вот я уже говорила, вот эта ситуация нам помогла. Дыхательная аппаратура мы более, автомобили получили. Это достаточная такая помощь, потому что раньше мы в таком количестве не получали автомобиль. Сейчас каждая поликлиника получила для автомобиля хороший ларгус. Скажите, а как вызвать врача сегодня? Можно на дом? Значит, вызвать врача можно тремя способами. Можно позвонить в регистратуру. Телефоны есть. Можно позвонить на сайт госуслуг. Можно позвонить в колл-центр. Он губернаторский, но он распределяется по районам. Звонок всё равно приходит. Да, прийти в поликлинику. Там стоят такие аппараты и информат, которые с полисом, допустим, вашего родственника приходят или на приём записывать. На дом через информат записать нельзя. Но на приём можно записать. Как сейчас идёт работа на дом? Опять же, возвращаясь к советским временам, там как-то врач, как почтальон, выходил и начинал обходить, сбивал все ноги, пока он обойдёт всех своих домашних клиентов. Как сейчас это происходит? Во-первых, у нас создана неотложная служба. Она выездная. И если вызов поступил, в течение двух часов мы его обязаны обслужить. Если у нас требуют какой-то перевозки или госпитализации, врач пишет направление, или вызывает скорую, врач вызывает скорую, если экстренный какой-то случай, или сам он на машине неотложной помощи, вот так было с больными, коронавирусом. Если утяжелилось состояние больного, который получал лечение на дому, мы на неотложке его везли в стационар, на госпитализацию, потому что у скорой было очень много, работа была очень большая. А как вы считаете, потихоньку движемся уже к финалу, на сегодняшний день, вот те люди, которые, знаете, люди опять же делятся в плане медицины на две части. Те, которые, кажется, что у них болит всё с самого детства, и они готовы каждый день к вам приходить, им ощущение какой-то защищённости. Есть люди, которые, к сожалению, вообще не обращают на своё внимание, и даже не знают, что у вас пока, правда, временно не работает эта система, оно, я думаю, скоро восстановится, та же диспансеризация проходит. То есть люди не следят за своим здоровьем. Вот где найти золотую середину, чтобы, если какие-то проблемы происходят, не ждать, когда это усугубится, а сразу идти к вам. И как быть с теми людьми, которые действительно каждый день хотят к вам в гости приходить? Вы понимаете, в чём дело? Во-первых, это зависит тоже от возраста. Каждый молодой человек считает себя здоровым. И неизвестно, когда он получит какую-то болячку, может быть, он вообще не получит. А вот когда становится уже что-то, болит или как-то, они понимают, что если бы он раньше с этой болезнью обратился, то было бы это лучше. Вот и цель этой диспансеризации, которую мы проводим, я думаю, что вот уже с сентября мы точно начнём проводить эту диспансеризацию, цель этого выявить на ранних стадиях вот те малейшие признаки того или иного заболевания, особенно онкологического, от которого сейчас очень многие люди страдают, и смертность растёт, чтобы вовремя помочь этому человеку. То есть правильно я понимаю, что не врач должен решать наши проблемы, а прежде всего мы сначала должны следить за своим организмом, который живой, и который надо ремонтировать периодически. Ну, вы знаете, здоровье человека больше 70% зависит от самого человека. А дальше уже вы. А дальше? 30% ваши. Ну, и то, мне кажется, больше цифры, я сейчас наизусть не помню, по-моему, даже до 90% зависит от человека. Вы знаете, ещё раз хочу поздравить вас с летним праздником, Днём медицинского работника, сказать спасибо. Я хочу сказать, да, так как наша передача подходит к концу, большое спасибо и правительству, что она не забыла людей, которые работали медикам в этой тяжёлой обстановке с этими тяжёлыми больными и с инфекцией, которую мы до конца не знали. Значит, награждены были у нас многие медики разными наградами. Большое спасибо правительству за это. Кстати, а финансовый вопрос тоже решили? Вот то, о чём нам говорили по телевидению, что дополнительные какие-то выплаты, то есть всё, нет никаких проблем в этом плане? Нет. Ну, это хорошо. А нам, в свою очередь, разрешите ещё раз поздравить вас хочется с этим праздником, потому что он так совпал, практически всё-таки схлынула эта основная волна и тот же день медицинского работника. Если бы он был в середине, вы, наверное, по-другому бы его отмечали. Но, правда, как бы мы там ни ругали и как бы нам ни казалось, всё равно без медицины нам никуда не деться. Мы очень на вас рассчитываем и просим прощения за то, что мы иногда, может быть, как-то не очень лестно об этом отзываемся. Ну, знаете, как вот в случае, когда кто-то на тебя нападает, все кричат «милиция» или «полиция», кто как выучил? Так и в этом случае никому мы не можем обратиться, мы перезваниваем скорую помощь, мы ищем своего врача, и вы становитесь вот тем, той путеводной звездой, которая может очень серьёзно повлиять на жизнь человека. Вам за это спасибо, в вашем лице всем сотрудникам, вот, и амбулаторным, поликлиническим работникам, и стационарным, в общем, всей-всей больнице, и главному врачу тоже передайте перед. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Ирина Георгиевна Штольц, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Люберецкой областной больницы. Не болейте. С вами был Николай Пивененко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова